МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Витаю! В эфире программа «Фронт Бодрака» и нашим гостем сегодня е Олег Болдырев, менеджер проекте в державного концерна «Украборонпром». Аще ветеран российско-украинской вины. В «Украборонпроме» в ВД, такий напрямок, як беспилотний авиатейник комплексы. Олег, добрый день! Спасибо, что нашлось время с нами пообщаться. И, конечно, беспилотники сегодня, ну, как бы центральная тема войны, по понятным причинам. В 2014 году, я помню, что у нас было более 30 компаний, которые собирались делать беспилотный авиационный комплекс. А в Украине никогда не делалось до этого беспилотников. И вот где-то года 2-3 тому назад уже многие начали констатировать, что в Украине появилась собственная отечественная школа беспилотной авиационной техники. Так ли это? Или что вообще? Как обстоят дела вообще с беспилотной техникой? Ну, во-первых, спасибо, что позвал. Во-вторых, ты знаешь, так уже вышло, что я работаю в «Экроборонпроме», и там я узнал такое понятие, как «косутерская школа», школа конструкторов. Я не оценил бы нашу отечественную ситуацию с БПЛА как создание какой-либо школы. У нас есть группа производителей, а с началом полномасштабки – это взрывной рост различных производителей, разработчиков своих комплексов беспилотных, авиационных, вот, БУПАК, так называемых. И, соответственно, говорить о появлении этой школы – это, мне кажется, еще рано, а, возможно, даже излишне совсем, потому что БУПАК по сути своей есть, честно говоря, набор из определенных высоко- и низкотехнологичных вещей. И это фюзеляж, это двигатель, это набор, там, инерциалка, система связи и что-то еще, что-то еще, программное забеспечение и, собственно говоря, тактика боевого засуывания, которая неразрывно должна идти, собственно говоря, с каждым комплексом. Вот. Нужна ли здесь школа? Я не уверен. Нужно много, много другого. Ну, то есть, чтобы перепрыгнуть, как бы гиперскачок, сделать что-то интегрировать, что можно интегрировать. Но в этой связи вопрос такой, а если брать в процентном отношении, то вот украинское предприятие, которое является интегратором, собирает комплексы, сколько это процентов украинского там? Давай правильно с тобой опишем, что такое украинское. Потому что, если мы, например, если предприятие делает корпуса, фюзеляжи, то сыровына, из которой они это делают, она должна быть украинской или нет? Хороший вопрос. Значит, я утверждал и смею утверждать далее и буду на этой позиции стать однозначно. Сильная сторона украинцев – это интеллект. Мы банально умнее противника. Всего остального у него больше. У него больше дронов, у него больше танков, больше народа, больше бурятов и так далее. Денег в разы больше. А у нас одна только выигрышная штука – мы умнее. И вот когда мы говорим про БПЛА, это как раз тот случай, когда ум приходит нам на помощь. И строя свои комплексы, даже такое многообразие, которое есть сейчас, мы реально создаем не школу, но общность людей, которые интеллектуально развиваются, развивая эти комплексы. Я полагаю, что через какое-то время можно будет давать фору. Почему? Потому что у нас есть несколько вещей в Украине, которые сейчас есть выигрышными для нас. Во-первых, любой БПАК может быть попробован на фронте. Никаких теоретических расчетов. Пожалуйста, взлетели и полетели. То есть, опыт получается сразу. Ты просто сел в машину, проехал несколько сотен километров и, пожалуйста, летай. Второе, невероятная обратная связь с фронта, со всеми частными производителями, со всеми государственными производителями. Отдача потока информации идет невероятно. Ни один западный производитель такого потока фидбэка не получает однозначно. В-третьих, моментальная модернизация. У нас здесь производство, здесь или в ближайших странах. И тут же использование. То есть, на уровне звонка с фронта парни подъедут, надо перепрошить птицу и на следующее утро уже перепрошивают. Ужасное выражение, но в этом плане война положительно влияет на создание этого вида вооружения. А мы должны очень четко понимать, что про БПЛА есть группа мифов. И один из них о том, что это беспилотный авиационный комплекс. БПЛА – это вид вооружения. Камикадзе ударный, разведывательный, коррегувальный, але это вид вооружения, как автомат Калашникова, как, собственно говоря, пушка или танк. Это вид вооружения. Мы с вами сейчас присутствуем при создании в Украине никогда ранее не существовавшего нового вида вооружения. Но, если так все динамично происходит, и если Украину используют как лабораторию по изучению новых вооружений, ну, де-факто, то получается, что западным производителям выгодно, чтобы их технологии здесь отрабатывались и были как-то использованы. Правильно? Правильно. Но, как любые коммерческие предприятия, они хотят получить опыт, они хотят получить непосредственное боевое применение, возможно, даже для того, чтобы потом красиво нарисовать это на плакате о том, что мы применялись в войне в Украине и были очень продуктивны, и повесить на стенку, показывать гостям. Но, при всем при этом, это коммерческие организации, их задача дать поменьше, получить побольше выгоды. Поэтому у нас наблюдается такой зоопарк по обопаков в вооруженных силах, потому что, например, западный производитель может прийти и подарить несколько комплексов. Ребята с удовольствием берут большое спасибо. Технологию какую-то передать. Спасибо за этот вопрос. А вот насчет технологию передать, это тут многие западные партнеры начинают делать очень скучное лицо. Но вы же понимаете, что технология является интеллектуальной собственностью и так далее, и тому подобное. Я не хочу набрасывать на фирму, это просто обычные нормальные комические фирмы, причем часть из них достаточно хорошо к нам настроены, дают классные скидки, например. Но это коммерция. И технология это тот их добавочный капитал, который они заложили в стоимость и на этом они зарабатывают. Потому что собрать комплекс из составных частей можем даже я или ты. Посидеть, погуглить, по умными людьми поговорить и собрать. А вот заставить его безошибочно и эффективно работать вместе, это уже та самая добавочная собственность, базирующаяся на интеллекте. Это технология беспилотников. Вот я не думаю, что нам ее передадут вот так. Зато теоретически ее можно купить. Ну вот я слышал от ряда производителей не только беспилотников, но и вообще вооружений и военной техники в Украине о том, которые пользуются комплектующими иностранными. что раньше это были недели поставки комплектующих, сейчас это месяц. Это правда, что так? И если так, то почему? Ведь война идет, нам помогают все. Валентин, вот тут нельзя мне впадать в грех экспертности, потому что, во-первых, со словами «эксперт» скоро начнут бить, а во-вторых, потому что я не строю БПАКи. Я в общем и целом координирую это направление в Украинской обороны и в Украинской обороны. К моему глубокому счастью я не являюсь корыстовачем, я не являюсь человеком, который их создает. Поэтому точно не могу прокомментировать, почему сроки затягиваются. Знаю, слышал о проблеме, но сказать, вот положу руку на сердце, Валентин, я точно уверен, проблема, и вот эти негодяи, которые тормозят, не готовы. Хорошо, тогда по самим беспилотникам. Вот не так давно Украинской обороны анонсировал, что Украина готовит беспилотный ответ противнику, и в Украине скоро появится беспилотник, который будет способен на тысячу километров с радиусом тысячу километров работать. Не прошу назвать там производителя, название, просто о нем немножко, об этой работе. Ну, во-первых, у него есть рабочее название, которое уже проходит по документам, поэтому я точно не хочу его озвучивать. Скажу сразу, она мне не нравится. Я считаю, оно неправильное. его разработают предприятия, я считаю, что сотрудники, которые работают, имеют полное право называть его сами, как хотят. Как считаем дальность? Дальность в БПЛА считается двумя способами. Это совершенно разные направления. Первое, это дальность управления, это она зависит от системы связи, так называемый боевой радиус. Насколько наш литак может улететь, пока мы можем управлять. Второе, дальность, это расчетная дальность, где мы берем мощность двигателя, на чем мы там летаем, на батарейках или на ДВС или на реактивной тяге, умножаем, собственно говоря, и получаем, что если у нас самолет может находиться в воздухе 6 часов со скоростью 200 км в час, то, соответственно, 1200 он способен улететь. Второй способ подсчета характерен для Камикадзе. Первый, собственно говоря, характерен для БПАКов, которые выполняют функцию разведки, коррегувания. Это, кстати, важные функции, это разные функции. Далеко не все, даже поставленные на взброение машины, у нас сейчас комплексы, способны выполнять одно и то же, и то, и то с великой эффективностью. По-разному бывает. Проект наш. Давайте четко скажем, почему заявляет Укороборонпром, почему, грубо говоря, я заявляю, мы или даже я, вот сейчас я заявляю. Не потому, что мы стараемся впереди всех рассказать о том, как мы там невероятные космические корабли сделали. Предприятие разрабатывают. Я говорю от себя это дело. Я не называю предприятие. Если предприятие само назовет, противник точно и четко будет знать, где идет разработка. Потому что нет ничего более сладкого, чем положить шахид какой-нибудь. собственно говоря, туда, где ведется разработка. Не мне тебе говорить, какая у нас ситуация по нашим предприятиям, по нашим заводам, особенно ремонтным мощностям. Как они бились, бьются и, боюсь, будут биться. Поэтому заявляет Укороборонпром. А мы, по сути, на самом-то деле, мы-то не разрабатываем. Мы координируем, помогаем, ищем варианты. Но мы управляющая компания. И сейчас мы заявляем это, не заявило предприятие. И второе, тактико-технические характеристики. Нам всем интересно. во-первых, этот аппарат будет по размеру больше шахеда. Больше. Он будет нести больше бомбовую нагрузку. В-третьих, он будет, как я считаю, и уверен, что предприятие как бы примерно так же это видит. Мы видим это не как аппарат, который способен принять груз 75 килограмм, но возможно это будет груз уровня боеприпаса для Камикадзе. Мы просто улетим и впилимся куда-нибудь в Рязань, например. Возможно, это будет аппаратура, которую он будет вести. Мы работаем над платформой. Под словом мы, я имею в виду предприятие Укроборонпрома. Да, я честно говорю, я вижу это как мы. Вот я воспринимаю теперь это как мы. Не мы Укроборонпрома, мы вот инженеры, технологи, рабочие, охрана на воротах, все вот эти люди. То есть, от, собственно говоря, стола, на котором чертежи, и до Юрия Гусева, который, собственно говоря, курирует этот вопрос. Мы видим это как платформа. Такой дрон, он что должен уметь уничтожать? Командный пункт, например, или там корабль вражеский? Давай посмотрим глазоправде. БЧ весом 75 килограмм условных, или 70, или 60, или 80. Это наш расчетный БЧ-75. Ну, явно недостаточно для уничтожения корабля, но однозначно и более чем достаточно для уничтожения объекта инфраструктуры. Они с нами, они бьют по нашим объектам инфраструктуры. Мы должны бить в ответ. Мы должны бить по железным дорогам, по складам, по складам в том числе горючего. И видишь, когда мы начинаем накидывать список целей, мы видим, что нам понадобится много таких машин. Много. Вот как раз а много. И позволь, пожалуйста, я продолжу мысль, потому что в мире БПЛА есть, например, несколько мифов, и я искренне считаю, это мое мнение, я буду его отстаивать, что есть мифы про шахиды. Во-первых, миф первый. Кто-то когда-то кому-то сказал, и все в это поверили, что иранцы строили дроны с говна и палок. Это неправда. Это 6 лет разработки. Это нормальное количество вваленых денег. Реально. Первое. Второе. Кто-то когда-то кому-то сказал, что русские способны взять технологию. Это миф. Русские не берут технологии. Русские берут завод под ключ. Приходят в сторонняя страна и строят им завод. Технологии они не будут знать, что с ней делать. У них нет то, что мы говорили, школы нет. Документацию отдать можно. Строить. Они посмотрят на нее, скажут, кто-то может ее подстроить. То есть Израилем строил завод именно в 10-м? Они не построили своего ни одного завода по БПЛА. Ни одного. Они все покупают. То есть завод готовый под ключ. И вот так это второй миф, который считает, что в России есть свои БПЛА. У них нет ни одного своего БПЛА. Ни одного. Ну и миф третий о том, что БПЛА относятся к авиации. Я уверен, что ты тоже понимаешь, что БПЛА не относятся к авиации. Это новый, отдельный вид вооружения. И многим людям нужно, в том числе и в больших погонах, нужно немножко понять это. Это новый вид вооружения. Он по странному стечению обстоятельств летает в воздухе. Но мы говорим сейчас про беспилотные системы. А если мы говорим про систему, то говорим про воздух, про воду. По воде очень интересно. У нас есть проект. Очень интересно. Ну я хочу с этим закончить. И, ну, естественно, про землю. Первый вопрос это западные комплектующие, западные технологии. Насколько в нем, может быть, не западные, а вообще иностранные, да? Насколько в нем будет много таких технологий? Насколько они будут, скажем, покупаться? Или как этот процесс будет происходить? Получение технологий, которых не достает в Украине? Технологии могут быть получены разными способами. Первый, например, в виде подарка. Международная помощь, так называемая. Второй, в виде лицензии. Тогда передается не вся технология. Допустим, ПО с закрытым кодом передается, ты в него не вмешиваешься. Вот. Третий вид, например, это украли. Бывает такое? Бывает. Следующий вид, это то, к чему мы стремимся. Совместное предприятие. Совместное предприятие, знаешь, чем хорошо? Оно сразу начинает давать продукцию. Да, возможно, с западной стороны, с иностранной стороны приходит менеджмент и сама технология, сами инженеры. Но есть часть наших людей, и, во-первых, сразу начинается выдаваться продукция. Построили, и оно поехало. А во-вторых, наш лид начинает с сумасшедшей скоростью учиться. Те же британцы отмечают о том, что наши солдаты учатся с невероятной скоростью. Когда мы будем говорить, что будем производить серию вот таких вот беспилотников, беспилотных авиационных комплексов, это разведывательно-ударный, как я понимаю. Мы видим это как платформу. Как платформу, да. Мы говорим о том, что это будет совместное производство, да? Нет. Вот конкретно в этом случае, в случае нашего проекта, о котором мы говорили, это пока что сутонаша разработка. Мы построим его и предложим собственно говоря основному заказчику. Мы покажем, все расскажем, подготовим всю документацию. И я думаю, что я не хочу обещать сроки, потому что по закону подлости они все полетят к чертовой матери из-за множества разных причин. Но я уверен, что эта штуковина будет выполнять все возложенные на нее функции, те, которые мы закладывали, когда, точнее, не мы закладывали, а закладывало предприятие. Я считаю, правильно. А почему в данном случае не выгодно совместное производство? Потому что, чтобы не быть зависимым вообще как бы? Совместное производство хорошо, когда у твоего партнера визави зарубежного есть уже готовый продукт. Продукты подобного плана не удалось найти среди тех, кто хочет партнерства. А партнерства, я хочу сказать тебе, далеко не все хотят. Далеко не все. Потому что мы имеем дело с коммерческой организацией, в общем-то, основной смысл которой существования зарабатывать деньги. Естественно, зарабатывать проще всего ни с кем не совершать никаких партнерств. Но тем не менее, те предприятия, которые готовы рассматривать партнерство, вот в них такого класса машины комплекса пока нет. У них не было запросов. Ты же пойми, они же не участвовали в войнах. Ну, они же не, у них нет боевого опыта. Ну, то есть, как я понимаю, что этот дрон должен быть не очень большой, потому что он будет слишком заметный, да? И не очень маленький, потому что БЧ тогда маленькая будет. Он должен быть какой-то средний, да? Это как вот только что говорил дрон не авиация, но когда мы говорим про фюзеляж, а ты говоришь сейчас про фюзеляж, когда мы задумывались, почему вот МиГ-29 ровно такой длины, почему большинство самолетов плюс-минус два метра, вот почему не меньше в два раза и не больше в два раза. Есть золотое какое-то вот чисто в механике и физике процесса какое-то золотое вот золотое сечение, когда вес уже достаточно для того, чтобы там не ломаться крыльям, но еще недостаточно, чтобы он там не мог залететь, когда он уже прочный, но еще не слишком тяжелый. Вот поиск вот этого идет постоянно. И мы говорим сейчас про фюзеляж, и вот мы должны, мы думаем, значит, нам нужно поднимать 70 килограмм груза, например, почему 70 килограмм, это же может быть не только бычье, это может быть, например, как навесная станция. Вот, ага, и когда мы начинаем для нее рассчитывать фюзеляж, получается он вот такой вот. Можно сделать его больше и мощнее, он будет больше радиотраженки, шумнее, потому что больше двигатель, больше двигатель, больше ищется какой-то золотой вариант. Поэтому, смотри, очень важный момент, еще один миф про беспилотник, что нужно построить его, а потом в него воткнуть снаряд, и он будет лететь и всех бомбить, что-нибудь взрывет. Я считаю, что, не думая, что очень много людей разделяет эту позицию, ударные бы пола нужно строить вокруг боеприпаса. Или, по крайней мере, вокруг понимания веса будущие полезные нагрузки. И вот эта концепция, мне кажется, имеет полностью право на жизнь, потому что, еще раз, третий раз говорю, прости, скажу десять раз, мы имеем дело с новым видом вооружения. Это не авиация, это новый вид вооружения. Но если мы говорим «БЧ», то мы подразумеваем, что это будет дрон «Камикадзе». Ну, или то, что может скидывать что-то, опять же, легкие. Или платформа рассчитана, чтобы возвращаться. Платформа рассчитана, конечно, чтобы возвращаться. Платформа. То есть, смотри, как незабавно это звучит, но, в принципе, можно же сбросить шасси, и тогда мы облегчимся в полете и добавим себе там несколько километров. который тоже немаловажный. Вот то слово «много», что нам нужно «много». Есть такое понятие москитных стратегий. Мы все вот… Тысяча порезов. Да, тысяча порезов. И я помню, когда в 2020 году книга Академика Горбулина вышла «Как победить Россию» в современной войне, то там это было описано очень жестко и четко. Именно как… Что нам нужно именно «много». Пусть это будут по 60 килограммов, по 70 бычьи, но их должно быть много. Мы можем справиться с задачей «много». То есть, сколько можно производить в месяц таких дронов? Зависит от схемы финансирования. Потому что множество людей думает, что «Укробронпром» это такое специальное здание, которое в подвале как бы стоит печатный станок или груда золота лежит. А на самом деле мы наведем на распоряднике бюджетных кошек. У нас нет возможности вытащить откуда-то деньги и потратить их на разработку. Технологически. Технологически, если в идеальных условиях финансирования, которые мы видим, я думаю, что мы можем говорить о, допустим, сотнях штук за 23-й год. Это значит, что, как прекрасное выражение, «харкнуть кровью». Это значит, что мы должны харкнуть кровью и не отменяя другие заказы государственные, которые, собственно, ДСКшные или ТАЕМные, о них нельзя говорить, найти и привлечь людей, нанять людей, заплатить за модернизацию и доводку комплекса мощную работу такую сделать. И, собственно говоря, после этого штука полетит и должна быть выполнять свои функции. Нужно забывать о том, что есть говно, палки и граната, и тогда мы решим вопрос, который себе ставим. В данном случае шахид – это не говно, палки и граната. На него потрачено много денег. Он стоит неизвестную сумму. Никто не знает, сколько стоит русским купить у Ирана этот шахид. И это не самая простая штуковина на самом деле. Да, не самая сложная, казалось бы, далеко не самая простая. И у меня есть доказательства. Русские не могут их делать. Они даже не могут их делать. Документацию взять, не знаю, комплекты взять. Они даже комплекты не собирают. Они покупают уже готовые в контейнерах. То есть она не простая, не настолько простая. И у нас будет не простая. Я бы провел сейчас аналогии с машиной. Вот мы сейчас создаем нашу украинскую машину. Не Лана, сделанный по лицензии, там не помню у кого уже, вот у Шевроле, там еще у кого-то еще. А нашу украинскую машину, машину с рулем, педалью. И она должна ездить, и все такое, и все на вчера. И очень многое бегом. Поэтому, для того, чтобы машину построить, и я уверен, что ты с нами согласишься, сейчас нужно сюда принести, ну, грубо говоря, серьезную сумму финансирования. Вбросить, и тогда все заработает. Без финансирования мы будем по-прежнему покупать у дронов за рубежом. Немножко про финансы. В 2018 году мы купили у Турции пять комплексов Байрактар. И стоило это порядка 70 миллионов долларов. То есть 30, кажется, там приблизительно могло ошибиться, 30 самолетиков, да, и станции управления. Эта платформа, да, беспилотная, которая создается, она будет больше, чем Байрактар, по факту, да, и нет, не больше. Но стоить будет немножко меньше. Я думаю, в разы. Вопрос еще такой, знаешь, когда ты обсуждаешь варианты, например, мне нужно купить инерциальную систему, да, или, да, систему связи, какую-нибудь, серьезную, не важно, систему связи. Я обращаюсь к заводу и говорю, уважаемые контрагенты, живущие где-нибудь там условно, к Чехии, я хочу купить у вас 100 комплектов вашей системы связи для своих целей. Они говорят, ну окей, приходите нам в апреле. Будем, сделаем, давайте предоплату в апреле отгрузим. А ты говоришь, нет, мне нужно на сейчас. Они говорят, не вопрос, мы нарушим сроки других контрактов и отгрузим вам. Но прайс умножить на два. Как можно посчитать правильно тогда финансирование? Будет дофинансирование, правильно? Понимаешь ситуацию? А мы без этих 100 комплектов двинуться дальше в модернизации машины, например, не можем. Вот нам нужно сейчас 100 боевых выпробований сделать. А ты же понимаешь, что камикадзе, это всегда боевое выпробование в один конец. Ну да. То есть... Большие деньги, да. Видишь, как бы, и это только один момент. Система связи и скорость работы завода, это узкоспециализированные штуки, они продаются в супермаркетах. Тут большая работа, знаешь, Валентин, серьезно. Это не говно, палки и шахи. Это новое вооружение. Когда мы говорим, например, про ту же связь, вот приведу пример и потом спрошу на основе этого примера. Вот ракетный комплекс «Нептун». систему связи адаптировало украинское частное предприятие, не буду специально называть его, но система связи фактически американская, то есть компания «Харрис». Если мы говорим о таких проектах, когда нам нужна инверсиальная система для этой платформы, нам нужна связь, и мы таким образом по крупицам собираем, это ведь тоже мы берем чужую технологию и используем? Мы берем не технологию, мы берем продукт готовый. Технология запакована внутрь и куча добавочной стоимости содержится именно в ней. Плюс это железная коробка, проводочки и все остальное. Мы берем не технологии, мы берем продукт. Возникает сразу интересный вопрос. Есть ли у нас сейчас время каждый из этих продуктов, каждый из этих железных коробок производить в Украине, паять? Ты же знаешь, что мы не производим, например, камеры оптики, мы не производим камеры, и поэтому как только ты говоришь разведывательный дрон или корректировщик, ты сразу камеру покупаешь за рубежом. Может быть в Китае, может быть на западе. То есть нам даже по факту выгоднее покупать эти высокотехнологические узлы за рубежом? Добавочная стоимость украинского дрона должна складываться с нашей интеллектуальной составляющей, а само железо производителей достаточно. Да, они возможно кое в чем загружены, да, будет проблема с закупками, однозначно будет проблема с финансированием, однозначно. Но складывать это все и давать вот этот вот интеллектуальный уровень должны украинцы. И тогда у нас будет свое. Я скажу непопулярную сейчас вещь, на самом деле непопулярную, но мне почему-то очень хочется ее сказать. Мне кажется, мы сейчас находимся на том этапе войны, когда нужно перестать или возможно снизить темпы закупки иностранных дронов и попытаться хотя бы 100-200 миллионов выделить 5-10 перспективным новым разработникам и заключить с ними жесткие контракты. Засудить их, чертовой матери, если они не выполнят эту задачу. Но нужно сделать так, как сделали американцы в 1941 году. Они просто вызвали 10 производителей самолетов, с каждым заключили контракт на разработку отдельного вида самолета и сказали, через год не будет прототипа, вы сядете. Контракт был прописан очень жестко. Они за один день потратили 600 миллионов долларов. Через год у них было 9 самолетов прототипов. Мне кажется, мое личное мнение, как человека, как сотрудника, как бывшего военного и вообще как гражданина Украины, что пора сделать так, пора принести деньги сюда, в Украину и здесь заказать. Это будут частники, или это будет Украин-Барон-Прома, или это будет другая форма. У нас уже есть сейчас пример Державного Партнерства тоже по БПЛА. То есть как бы у нас в среди предприятий Украин-Барон-Прома. И здесь нужно делать свое. Я уверен, что это хорошее решение и что это нужно. Но все равно ведь есть уже готовые решения, которые можно адаптировать. Можем ли мы параллельно говорить о совместной работе, скажем, в цвете даже тех заявлений, которые были сделаны руководством турецкой компании Байкар-Махина, о том, что они готовы с нами сделать здесь завод. И у нас ведь перспективы и более больших платформ как бы получить их и оснастить своими двигателями. Вот как к этому отношение? Лично мое отношение, учитывая то, что я не эксперт, заключается в следующем. Байрактар или Акинши, более тяжелая машина, это машины, ну, сравнивая с обычными автомобилями, то есть мы сейчас говорим про кроссовер и про рамный джип, но ведь линейка, которую используют люди, далеко не только эти два типа машин включают, поэтому стопроцентно должны быть параллельные процессы, однозначно. Второе, любое производство на нашей территории сразу дает нам, нам это тем, кто будет участвовать в этом партнерстве, огромное количество информации, начиная от того, какие ими роботы используются на сборочной линии, что они делают и почему конкретно эти были выбраны роботы, каким компаундом заливается плата, мы это все видим, мы понимаем и начинаем расти интеллектуально, понимая, перенимая фактически эту технологию, это важно. Я понимаю, что это касается не только дронов, например, мы используем сейчас американские реактивные системы залпового огня Хаймарс, можем ли мы рассчитывать на то, что мы получим какую-то часть технологии или лицензию и, например, начнем у себя производить такую? Валентин, на уровне Хаймарсов договаривается правительство, какой результат будет переговоров, я не знаю, думаю, что, конечно же, как и у любого человека, их посещает мысль, может быть, мы часть, возможно, какие-то запчасти для Хаймарса начнем производить сами, купим лицензию, например, или купим технологию, линию сборки, в конце концов, черт с ним, завод под ключ попытаемся купить, потому что оружие эффективное показала, как показала война. К чему дойдем, не знаю, не наш уровень. Я думаю, там много политики в этих решениях и ее, к сожалению, гораздо больше, чем, собственно говоря, самой технологической составляющей, либо же военной необходимости. Ну и пару коротких вопросов еще, чтобы закончить о дронах. Это проект конструкторского бюро «Луч» «Сокол-300». Каким-то образом продвигается сейчас? «Сокол-300» «Лучевский» действительно проект, проект, насколько мне известно, многообещающий. он находится сейчас внутри КБ «Луч». И какой результат даст предприятие, это зависит только от предприятия в данный момент. Конкретно ко мне, допустим, моей какой-то помощи или участия КБ «Луч» не просила, поэтому я думаю, что, скорее всего, должны справиться сами. Ну, посмотрим, ведь Олег Петрович Крастилев вроде бы понимает, о чем он говорит, он герой Украины все-таки. Думаю, что результат он должен дать. И про совсем маленькие барражирующие боеприпасы, которые вот уже есть в нашей армии, я знаю, что это ПД-2, а есть вообще, как называют РЗАЦ-дроны, которые там кустарным способом делают и которые сбрасывают. Вообще, вот, как бы вы, как человек, который принимал участие в войне и знает это изнутри, как бы вы оценили нынешнее состояние вот использования дронов Камикадзе или барражирующих боеприпасов и насколько существует потребность в них на сегодня и на завтра. Насколько мне известно, сейчас самой большой популярностью из-за простоты использования является система сброса. Система сброса лучше всего делать с квадро, гекса, октокоптеров. Кстати, чем больше винтов, тем сложнее управлять. Вот, есть легкий бомбардировщик панишер, который, собственно говоря, обладает баллистическим калькулятором и может рассчитать момент сброса своего носимого боеприпаса. То есть, Камикадзе, как таковые, про массовые говорить нельзя. Вот бросают, бросают, начиная от Волга банального на Мавике и заканчивая там пятью килограммами или несколькими минами, которые может сбрасывать какой-нибудь серьезный агродром, переделанный под военные цели. Но нужно понимать несколько моментов. Специфика сброса предполагает зависание над целью. Любое зависание над целью это время. Дрон слышно. Да, он почти не светится в теплоке, потому что электродвигатели не ДВС, но его очень сильно слышно и мы, собственно, их теряем. но я хочу сказать, что за крайние восемь месяцев у нас настолько качественный рывок операторов дронов произошел, причем в основном самоучек. Кто-то еще учит, школы учат разные, но качественный произошел рывок. и они показали настолько эффективную работу, ну, представляешь, ты берешь Mavic за 3000 долларов, берешь Vogue, который, условно говоря, стоит 1000 гривен для армии, я не знаю, сколько он стоит, если честно, конструктор какой-то, проволочки, подвесики, релиз, сервопривод, ты бросаешь и трехсотишь двух российских солдат. Представляешь, вытраты России на их ремонт, этих солдат, в смысле лечения. Или ты бросаешь американскую гранату кумулятивную с тому же Mavic, и она бьет, у нас патрульная полиция, любят так делать наши отряды патрульной полиции, которые воюют кумулятивом и бьют технику противника, и попадают, отлично попадавшие 80 совопыта сброса. И вот такой обычный Vogue американский пустокумулятивный Пиндюрина, она бьет технику, техника остается, а при этом прелесть, мы можем ее починить. Наши заходят, мы столько в изюм и до сих пор выгребаем. еще сколько времени уже прошло, еще не всю технику освоили и отремонтировали. Мы украинской армии, вообще украинский селопор, потому что уже воюют кучу народу, ГУРК, СБУ, патрульная полиция, национальная полиция, вот, невероятный уровень набрали, по сравнению с тем, что было, и по сравнению с россиянами точно. Технической базы не хватает сильно, тут я с тобой соглашусь 100%, но люди у нас это прямо талантливые. Олег, спасибо огромное, во-первых, очень оптимистично, во-вторых, очень много интересных деталей, я думаю, что это будет, эти откровения, они будут оценены. Огромнейшее спасибо за участие в нашей передаче, хочу нагадать еще гостем программы Фронт Бодрака Бувалех Болдырев, менеджер проектов державного концерна Украборонпром, а еще ветеран российско-украинської войны. Побачимось. Вірш памяті тих, хто сьогодні не з нами читає автор Олександр Висоцький Памяті тих, хто сьогодні не з нами Навряд чи це